Друзья, всем привет! Вы на канале Библиотека Ильи Кривошеева. И сегодня я с двойной рубрикой прослушал, оценил и прочитал. Сегодня я расскажу про три романа британской писательницы Бернадетт Энн Перес. Первый роман, который я прослушал, это «Нервный срыв» от Бернадетт Энн Перес. Роман 2017 года выпуска, перевод на русский язык Ложкина, чтец Марина Лисовец. О чем роман? В налаженной жизни школьной учительницы Кэс все было хорошо до тех пор, пока она не пошла той дорожкой, точнее поехала. А ведь муж советовал возвращаться с вечеринки по освещенной улице. Она же решила срезать через лес. И вот, пожалуйста, теперь у нее срыв. Настоящий нервный срыв. Проезжая по той самой глухой дороге, она видела припаркованную у обочины машину и женщину за рулем видела. А утром в новостях передали, что женщину убили, а ведь она, Кэс, могла помочь. Кэс тонет в чувстве вины, стремительно забывает бытовые мелочи, тыкаясь по жизни, как беспомощный слепой крот. Не помнит, принимала ли таблетки, куда положила ключи, как попасть домой. А вот лицо женщины помнит, да и как тут успокоиться, когда на домашний телефон постоянно кто-то звонит и молчит в трубку, и похоже за ней открыта слежка. Что это? Происки расшалившегося сознания или реальная опасность? Мое мнение по прослушиванию этого романа. Роману я поставил 5 звезд. Ну, что я могу сказать? Отличный роман, вполне в духе автора. Да, он простенький, он не грузит тебя глобальными вопросами бытияно подумать, но свою развлекательную функцию триллера, трепетать от волнения и переживания за главную героиню, он очень хорошо выполняет. Второй роман автора Бернадет Эн Перис, который я прослушал, «Дилемма». Роман 2020 года выпуска, перевод на русский язык Капанадзе, чтецы Марина Глакая и Михаил Хрусталев. О чем роман? Как решится сказать правду любимому человеку, если знаешь, что она сделает его несчастным? Муж Ливии, Адам, устраивает в честь ее 40-летия торжество с участием всех дорогих и близких ей людей. Этот день должен стать одним из самых счастливых в ее жизни. Но перед торжеством Ливии становится известен секрет дочери, который может разрушить счастье всей семьи. Она оказывается перед мучительным выбором – рассказать мужу или подождать хотя бы до завтра, ведь сегодня они оба должны быть счастливы. В день юбилея ужасную новость получает Адам, и теперь перед ним стоит собственная жуткая дилемма – сообщить Ливии сейчас или отложить до завтра, чтобы не омрачать долгожданного торжества. Как далеко можно зайти в стремлении подарить любимому человеку последние несколько часов счастья? Мое мнение по прослушиванию этого романа. Роману я поставил три звезды. Как оказалось, данный роман не триллер, а семейная драма. Ну, это просто такой нормальный роман про семейные отношения, описанные в драматическом ключе. И новый роман Бернадет Энн Перес «Гость», вышедший в этом 2024 году, который я перевел и озвучил. О чем роман? Айрис и Габриэль только что вернулись домой из незабываемого отпуска, но их ждет сюрприз. Одна из самых близких подруг Лора переехала в их дом. Атмосфера быстро становится напряженной, поскольку гостья часто выходят за рамки. То спит в их постели, то носит одежду Айрис и даже переставляет мебель. Лора ушла от своего мужа и их хорошего друга Пьера по причине его признания в измене. Айрис и Габриэль хотят поддержать своих друзей, но поскольку настроение Лоры становится все более непредсказуемым, ее присутствие начинает раздражать. Одновременно с неприятным моментом в жизни Айрис и Габриэля происходит и приятный. У них появляются новые соседи, купившие рядом дом. Пара, Эсме и Хью, у которых скоро родится малыш. Но вместе с ними приезжает их садовник Джозеф, у которого непростое прошлое. То, что скрыто под красивым фасадом, никогда в никуда просто так не исчезает. Вскоре все тайны их прошлого будут раскрыты, но некоторые из них намного опаснее, чем они могли себе представить. Мое мнение по прочтению этого романа. Роману я поставил 4 звезды. На самом деле, только интересный финал спас эту историю. Потому что все, что было до эпилога, это была такая семейная мелодрама, где все жевали сопли. Вот прямо как в романе «Дилемма». Ну, думаю, поставлю я этому роману 3 балла и забуду. Но, как оказалось в конце, всю книгу автор просто и вполне успешно усыпляла нашу бдительность, а под конец как дала нам поддых, да еще с такой неожиданной стороны, что думаешь, нет, все-таки это триллер, а не мелодрама. В итоге это, конечно, не самый лучший роман автора, но вполне себе в своем жанре. Сейчас прослушайте 15 минут ознакомительного фрагмента нового романа «Бернадетт Эн Перес. Гость в моем исполнении». Если понравится, то подписывайтесь на полный доступ в ВКонтакте или Бусти. Все ссылки в описании. Если вы за пределами РФ, то станьте спонсором на YouTube. Романы «Нервный срыв» и «Дилемма» есть также для прослушивания моим подписчикам на Бусти. Ссылка на Бусти в описании. Понравилось видео? Поставь лайк. Подпишись на канал. Узнаешь, какие новые книги я прослушал и прочитал. Пока-пока. Бернадетт Эн Перес. Гость. Для Софи. Благодарю за наши совместные драгоценные моменты в безмолвном свидетеле в Гааге. Я всегда буду дорожить ими. Пролог. Габриэль сначала передал Айрис бокал шампанского, а затем другой Эсме. Было заметно, что его пальцы дрожат. «На Кристинах мне не удалось выпить, поэтому сейчас можно», – сказала Эсме, посмотрев на Айрис. «Спасибо, что снова пришли. Приятно почувствовать облегчение сейчас, когда все наконец-то закончилось». Айрис улыбнулась. «Ты заслуживаешь этого?» «Это был отличный день!» Хью поднял свой бокал. «За Хэмиша и за его маму, конечно». «И за тебя», – добавил Габриэль. «За счастливого отца». Они вчетвером выпили, и Эсме удовлетворенно вздохнула. «Боже, как теперь хорошо!» Хью снова поднял свой бокал. «Айрис, Габриэль, это было чертовски крутое лето. Настали и для вас счастливые времена». На мгновение воцарилось молчание. Габриэль прочистил горло. «Спасибо, Хью, как ты и сказал!» Сильный взрыв, от которого вспорхнули все птицы с деревьев, поглотил его слова, не дав закончить мысль. Сердце Айрис заколотилось часто от этих неожиданных звуков, разрядивших воздух, а потом настала гробовая тишина. На несколько секунд они представляли собой картину, застывшую во времени. Габриэль и Хью стоят, держа в руках бокалы с шампанским, повернув головы в сторону взрыва. В глазах Айрис и Эсме отразилась тревога. Даже малыш Хэмеш умолк, а Эсме, инстинктивно защищая ребенка, схватила его на руки и крепко прижала груди. Через минуту он уже снова принялся сосать свою соску и двигать своими крошечными ножками под одеяльцем, тем самым первым нарушив установившуюся тишину. «Надеюсь, это было не в его доме», — пошутила Эсме, разрушая чары страха, неожиданно окутавшие их. «Не после всего, что мы сделали?» «Может быть, мне следует...» Хью остановился на полусловии, его внимание что-то привлекло. Айрис проследила за его взглядом и увидела черный дым, поднимающийся в небо. Вдалеке завыла сирена, которая все приближалась и становилась громче. Габриэль повернулся к Хью. «Может, пойдем и посмотрим?» «Хорошая идея. Похоже, это случилось слишком близко с домом, и мы не можем просто спокойно тут сидеть», — добавил Хью тихим голосом. Он посмотрел на Эсме. «Мы ее ненадолго». Эсме подождала, пока они уйдут. «Надеюсь, Джозеф не натворил глупость», — сказала Эсме, отрывая Хэмиша от своей груди и перемещая его с одной руки на другую. «Я так разочарована в нем». Она протянула освободившуюся руку к Айрис и дотронулась до ее руки. «Спасибо, что отвели его домой до того, как он полностью вышел из-под контроля. Я предложила отвезти его домой только потому, что не хотела, чтобы все видели его в таком состоянии». Айрис помолчала. «Думаешь, он еще до сегодняшнего дня все задумал, но делал вид, что все нормально?» «Я не знаю, но я в ярости, я разочарована. Я начинаю сожалеть, что попросила его стать крестным отцом Хэмиша». Она внезапно занервничала. «Он ничего не сказал, не так ли, когда вы с Хью отвели его домой? Он обычно кричит, когда пьян». «Нет», — сказала Айрис, — «не волнуйся». «Я должна была быть откровенна с Хью», — расстроенным голосом произнесла Эсме. «Сейчас это не имеет значения. Джозеф уезжает завтра, не так ли?» «Если он будет достаточно трезв». Она передвинула Хэмиша к себе на плечо и начала гладить его по спинке. Пока Айрис слушала ее болтовню о крещении, о том, как все было прекрасно, необыкновенное чувство благости разлилось по ее телу. Впервые за несколько месяцев она почувствовала себя спокойно. «О, они вернулись!» — воскликнула Эсме. Айрис повернула голову в сторону террасы, но прежде чем она успела осознать, что что-то не так, Эсме схватила Хэмиша на руки и поспешила через лужайку к Хью. Встревоженная Айрис поймала взгляд Габриэля, и ее сердце упало при виде отчаяния на его лице. Эсме заговорила с Хью, продолжая гладить по спинке спокойного и сонного Хэмиша, опершегося на ее плечо. Айрис перевела свой встревоженный взгляд на них. Вдруг начался вопль, и сначала Айрис подумала, что это заплакал Хэмиш, но это был не Хэмиш, это была Эсме, отчаянно плачущая в объятиях Хью. За четыре месяца до... Один. Айрис думала, что они никогда не вернутся домой. От Обана до Маркхэма 520 миль. Время в пути 9 часов без остановок. Они уехали сегодня в 10 утра, а сейчас было 10 вечера. Неудивительно, что они оба были разбиты. Так не должно было быть. Они должны были прервать свое путешествие, переночевав в Йорке, и вернуться домой только завтра. Айрис забронировала красивый отель, и если бы все шло по плану, они бы уже поужинали и отправились спать. Вместо этого они направились вниз по холму, в Маркхэм. Айрис откинула голову на сиденье и закрыла глаза, закрываясь от ярких огней городка. В обычной ситуации она бы приветствовала их, это был знак того, что они почти дома. Но сегодня вечером эти яркие огни, так контрастирующие с темными бархатными ночами шотландских островов, раздражали. Она беспокойно заерзала ногами, которые вот уже несколько часов оставались неподвижными, прижавшись к кремовым кожаным сиденьям автомобиля. Ей отчаянно хотелось выбраться из машины, потому как чувствовала онемение в нижних конечностях. Габриэль виновато взглянул на нее, понимая, как она себя чувствует. «Мне очень жаль», — пробормотал он, «может быть, нам все-таки стоило остановиться в Йорке?» Айрис улыбнулась ему, скрывая разочарование. «Так лучше, завтра у нас будет время отдохнуть». Разочарована она была не тем, что лишилась ужина в ресторане с одной мишленовской звездой и отдыха в роскошном отеле, а тем, что за две недели их совместного отдыха она не смогла уговорить Габриэля, чтобы он открылся ей. Несмотря на идиллические коттеджи с видом на море, красивые пейзажи, долгие ленивые прогулки по пустынным белым пляжам, ей не удалось заставить его поговорить о Чарли Ингрэме. Мать только сообщила об исчезновении Чарли, когда Габриэль, выйдя на раннюю утреннюю пробежку, нашел его лежащим на дне старого известнякового карьера. Рядом с ним валялся и его велосипед. «Он, должно быть, ехал по тропинке вокруг вершины, ехал слишком быстро, проскользнул сквозь деревья и спустился по краю», сказал Габриэль с пепельным лицом. «Или ударился о камень, который сбил его с курса. Какая трагическая утрата!» Чарли был жив, когда Габриэль нашел его, но умер до прибытия скорой помощи. И в те несколько минут, когда он находился между жизнью и смертью, Чарли попросил Габриэля передать сообщение. «Скажи маме, что я люблю ее!» «Он как будто ждал возможности передать это последнее послание», сказала Айрис, желая его утешить. Но ее слова огорчили его еще больше. И в течение последних двух месяцев образ Чарли Ингрэма, восемнадцатилетнего, он был на год моложе их дочери Бет, популярного красавца, претендующего на место в университете. Продолжал преследовать его. Возможно, если бы Габриэль не знал Чарли, это не задело бы его так сильно. И хотя в последний раз он видел Чарли еще маленьким мальчиком, тем не менее, в трагическую минуту они сразу узнали друг друга. Желудок Айрис загудел от чувства вины. Ей следовало дать Габриэлю время успокоиться дома, в родных стенах, а не вести в Шотландию. Ему нелегко было видеть сочувствие коллег и услышать их же наставление, пусть и мягкое, отправиться в отпуск, в то время как у него, врача местной медицинской практики с нехваткой персонала. Было столько работы. Габриэль сначала отказывался и не хотел признавать то, чего он не видел, но видели Айрис и его коллеги. Он страдает от выгорания. Смерть Чарли, а до этого смерть любимого отца четырьмя месяцами ранее, а также большая рабочая нагрузка, в итоге сломили его. Габриэль был опустошен до такой степени, что даже отказывался говорить о произошедшем. Несмотря на усилия Айрис и коллег, разговорить его, те несколько минут, которые Габриэль провел в карьере с Чарли Ингрэмом перед смертью, до того, как прибыла помощь, остались в виде запертых переживаний глубоко внутри него. Ночь поглощала сумерки в свою темень, когда Габриэль въехал на подъездную дорожку. Не в силах оставаться в машине ни секунды, Айрис отстегнула ремень безопасности и открыла дверь. Порыв теплого воздуха окутал ее, когда она вылезла из машины с работающим кондиционером. Ее ноги, затекшие от сиденья, слегка подкосились, и она положила руку на крышу автомобиля, чтобы удержаться, а затем быстро отдернула ее. Как и воздух вокруг, металл, накаленный за день на солнце, сохранил свое тепло. Уже почти ночь, а по-прежнему жарко, удивилась она, смахнув влажные волосы с олба той же рукой, которая только что прикоснулась к грязной машине. Габриэль вылез из водительского сиденья и вытянул руки высоко над головой, расслабляя мышцы нижней части спины. Пока мы были в Шотландии, здесь стояла аномальная жара. Помнишь прогноз? И это только начало июня. Он опустил руки и двинулся к багажнику. «Оставь сумки», — сказала Айрис, подавляя зевок. «Распакуем завтра». «Хорошая идея». Габриэль взглянул на их жилище, старый каменный фермерский дом в маленькой деревне Уэст-Маркхэм, интерьер которого был со вкусом стилизован под 21 век предыдущим владельцем-архитектором. «Знаешь, что самое лучшее в отпуске?» Айрис улыбнулась. «Возвращаться домой?» «Точно». Он обогнул машину, подошел к жене и поцеловал ее в макушку. «Спасибо за чудесный отдых». Она протянула руку к его щеке, наслаждаясь этим моментом, ведь так редко бывает, когда он не думает о чем-то своем, не зациклен на своих мыслях. «У тебя есть ключи?» Он вынул ключи из кармана. «Вот, теперь пойдем спать. Только сначала мне необходимо принять ванну». Взявшись за руки, они прошли к входной двери. Габриэль отпер ее и, полное нетерпение, Айрис уже собиралась перешагнуть через порог, когда он протянул руку через проход, преграждая ей путь. «Почты нет!» – прошипел он. Айрис нахмурилась, но потом поняла, что он имел в виду. Обычно после двухнедельного отсутствия на коврике горкой копилась почта. В этот раз ничего не было. «Включи свет!» – прошептала она. Габриэль вошел и нажал на выключатель. «Мой кардиган!» – Айрис указала на нижнюю часть лестницы, где на перилах перекладины висел ее синий кардиган. «Я не оставляла его здесь!» «И их тоже!» – добавила она, указывая на пару летних кет, беспорядочно валяющихся на полу. «Бет здесь нет, не так ли?» – спросил Габриэль тихим голосом, хотя знал, что их дочь работает волонтером в приюте для собак в Греции. «Нет, ее не будет еще три месяца. И вообще, мой кардиган она бы в жизни не взяла. Он ей не нравится!» Габриэль прошел мимо нее, вошел в холл и толкнул дверь в гостиную. «Ну, здесь кто-то был!» – сказал он, кивнув на стопку журналов, разбросанную на журнальном столике. Айрис огляделась вокруг, затем указала на вмятины на диване. «И, возможно, этот кто-то все еще здесь!» – она с тревогой посмотрела на Габриэля. «Сквотеры!» – инстинктивно он заслонил ее спиной и крикнул в коридор. «Кто здесь?» – откуда-то сверху послышался возглас удивления, а затем звук шагов, бегущих по коридору. «Габриэль!» – это был женский голос, хриплый, нерешительный. «Это ты?» – Айрис уставилась на фигуру, стоящую наверху лестницы. Ее темные волосы рассыпались по плечам, штанины бледно-голубой пижамы свернулись вокруг ее лодыжек. «Лора?» – Лора положила руку на сердце. «Айрис, ты меня напугала! Что ты здесь делаешь?» «Помимо того, что мы здесь живем, ты имеешь в виду?» – спросил Габриэль скорее удивленно, чем обиженно. Смущенная Лора рассмеялась. «Да-да, конечно, просто я вас не ждала!» Подняв пижамные штаны, она сбежала по лестнице, яростно обняла Айрис, затем отошла назад и показала свои влажные карие глаза. «В своем электронном письме вы сказали, что вернетесь только завтра». «Мы решили не останавливаться в Йорке», – объяснила Айрис, понимая, что практически извиняется за то, что вернулась к себе домой раньше, чем предполагалось. Пока Габриэль обнимал Лору, Айрис смотрела вверх по лестнице, ожидая появления Пьера. Габриэлю было бы очень приятно увидеть своего лучшего друга. Должно быть, у Пьера была встреча в Лондоне, и они с Лорой заехали к ним, чтобы устроить встречу-сюрприз. «Где Пьер?» – спросила Айрис. «Только не говори мне, что он уже спит». Лора покачала головой, затем присела на ступеньку, ее красивое лицо исказилось от страдания, холодок пробежал по спине Айрис. «Лора, что случилось?» «Это Пьер!» «С ним все в порядке». Голос Габриэля стал хриплым и настойчивым. Повернувшись к нему, Айрис увидела, что его лицо побледнело. Она потянулась к его руке и крепко сжала ее в знак ободрения. «Господи, пожалуйста, не допусти, чтобы что-нибудь случилось и с Пьером в жизни Габриэля, и без того черная полоса после смерти его отца и Чарли Ингрэма». Лора быстро кивнула. «Да, с ним все в порядке, с ним все в порядке», – сказала она, но ее обычно безупречный английский на этот раз изменил ей, что было признаком ее беспокойства. «У него есть ребенок, почему бы ему не быть в порядке?» Наступило ошеломленное молчание. «У Пьера есть ребенок?» – сказал Габриэль, заикаясь. Лора кивнула. «Да, он так сказал». «Но как, когда? Я имею в виду, что это невозможно». «Кажется, у него был роман». «Нет, он не мог так поступить с тобой», – возразила Айрис. «Он любит тебя». И Лору прорвало на рыдание взахлеб. Уважаемый слушатель! Ты прослушал ознакомительный фрагмент аудиокниги. Желаешь продолжить слушать аудиокнигу? Тогда подписывайся на канал Ильи Кривошеева на Бусте. Ссылка на канал в описании. Субтитры создавал DimaTorzok